здравствуйте молитвами святых отец наши господи все божие помилуй нас в общем со вашего skype кто-то зашел ко мне на skype и написал там что игнатий тихонович а какой-то амнос студия амнос игнатий тихонович ошибается там епископы правы я не понял что там написано до конца вот ну кто-то с вашего skype зашел ко мне вот это удивительно но они что угодно делают как они проникают непонятно и заносить сразу черный список и все вот там этот ролик поставили где вы есть вот последний раз сергеем хорошо побеседовали и нет там сергей написали игнатий тихоновичу там видно ваше что-то там мирное состояние и то ли меня сергей перепутали то ли это самое куда они меня сватают непонятно гнатий тихонович ошибается там ну я не знаю в общем кто-то написал такое я что звоню еще по кому вот тогда я высказал же вот так сергей у нас все записывается выставляется в интернет вы не против всегда за всегда за говорили все уже все можно не говорить значит а святом святых вот в тридцать девятой главе исхода вот девятая глава к евреям послание первое святой я исследовал то вопрос вот как на еврейском языке пишется кодыжа когда шиб на русском и все-таки если бы так вы говорите италию людям святое святых нет это не не людей святое почему потому что если людям то был бы как бы падеж другой там бы было для людей кодыж лэкадашим 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 к людям направление для людей а га-кадашим это определенный артикль который показывает что это конкретно святое святых святое святых га там стоит определенный артикль как зэ в английском а зэ а там га вот определенный артикль стоит то есть кодыжа кодашим то есть это святое святых именно было где в святилище пребывал господний где пребывает во мраке вот поэтому мне вот господь так выразумил что это да показывает нам множественное число что троица это как бы святое святое отделены где были священники и святое святых куда один раз в год ходил священник не без крови вот где находилась там это самое ковчег завета где стана манна же арома прозяпши скрижали и все где находили вот а в этом где священники там были жертвники там семи свечник мемора находился то есть я посмотрел ну что главное я посмотрел болгарские два у меня в это цитаты из библии два болгарских перевода один протестантский другой у них есть как у нас синодальный а есть протестантский посмотрел протестантский вот девятая глава евреям третий стих там сказано все святое место и все свято место с маленькой буквы а посмотрел синодальный наш перевод это болгарский там святое святых с большой буквы ну вот так вот святое святых то есть кто-то пытается уже немножко изменить вы понимаете о чем я говорю я понимаю чем вы говорите но только зачем богу на земле для себя такое место и так понятно что святой даже не знаю ни одного слова по смыслу понятно что это для людей которые свято живут и для них это место за тех которые грешники приносить здесь приношения на бог это зачем на земле доказательства святости помещения иметь бог не требует служения этого нет это понятно что не требует но там обитает святилище своем на земле куда приносят 10 на за грехи людей все правильно но это да для людей но там обитает господь святая святых вот где господь я что говорю что именно святых во множественном числе это священники меняются все время это для них для бога подтверждения святости два же никогда не требуется в том что на земле здесь именно он ходатайствует и поэтому чтобы он заранее приготовил себя был свет священник там свет должен приготовить все правильно там не входить к жене помыться должен быть вот это ну такая литвальную чистоту кстати вот как говорится про синагогу вот есть такая в синагоге должна быть миква купель такая где очищается люди женщины после месячного очищения мужчины там после скверны должны прийти омыться в микве и вот в одном из трактате этого самого талмуда говорится так обязательно при синагоге должна построить была построена миква если даже у тебя нет средств не хватает продай тору продай тору но построй никву чтобы освещались вот как бы вот так вот да это уже перебор через колено ломают тору продай доктор и про миг узнать еще не будешь ты хочешь хорошо видеть выкали себя глаза но это глупость просто это же жидовские еврейские штучки ну я может быть так я согласен я согласен перебор есть конечно да еще в библию она продает а так для того чтобы выполнить субботу или еще что-то это цинизм цинина выполнить заповедь а это самое а дух в общем не по духу а по букве ну заповедь была тут слова святая святых она может быть более понятно если перевели бы святая святым но и тогда все равно можно привязывать как бы трое если нету а божестве нет это место святое для бога чтобы люди приготовились святыми святым первосвященником вот неправильно переведено было бы святая святым понимаете в еврите говорится вот я вам почему я объяснял сначала вот что кодош было бы ле кодошим понимаете вот если по нашему святое святым было бы на еврите ле кодошим а здесь идет определенный артикль кодоша га кодошим святое святых без этого самое без направления вот именно что переведено абсолютно правильно святое святых так и передено так и должно переведено быть на русский язык именно принадлежащие это пряга артикль он показывает что принадлежит святым святое принадлежащие святым вот так но не не так не не для святых направление по-английски будет туда вот например на лэ как по-английски ту понимаете я понимаю то что это место было предназначено для того чтобы здесь соединилось земное с небесным они только одно было небес на нем говорилось и они вместо дательного поставили родительный падеж родительность что прибывает так они призывы призыва никакого нету здесь тут даже без знания языка легко понятно что на земле бог не делает жилище где человек не может пребывать а человек должен прибывать святости вот об этом и говорится не знаю если господь дать я обитаю в жилище своем родительный падеж всегда подчеркивает того что меняется но чему принадлежало здесь грамматику немножко нужно прав проверить еще раз и он говорит видел я души праведних праведников кому принадлежавшие праведником то есть это не праведники а души которые когда они были в теле вот этот смысл здесь и заложен души праведников это откровение говорится по жертвам 6 9 именно так родительный падеж подчеркивает что было принадлежащие ему вот это они взяли здесь за перевод святая святых святых которые уже сделали святы через защищение им это место и принадлежит куда они входят а что куда бог входит он всюду присутствует это само собой но а там особое присутствие божие откуда он принимает жертву вот в чем дело я не знаю вот как бы не впасть мне в ересь где действительно особо присутствия божием на так выделил то нет то есть это для людей людей деленных на служение это святое святых соединение со святым святость направленных богу и поэтому очистить прежде чем туда прийти и потом один раз то есть ты должен целый год трястись и готовиться а значит зачем бы это все нужно было ну в общем может наверное так наверное так смысл подсказывает приближение шло тысячелетия пока не сошел сын божий и когда соединилось это теперь это перейдет на причастие это единственное реальное соединение с богом на земле а католики придумали второе наличие папы тут у меня это все описано в книге к истинному православию о папстве этот вопрос там хорошо освещен к истинному православию да человеку убийство и ложь ватикана называется 3 4 даже тема там а по темской что являлась фатима это богоматерь то доказала доказывает что это бесовское прещение было троянский конь вы просто зайдите на наш сайт если у вас книги нету ткните там на первой главной странице к истинному православию там увидите у вас на сайте да да три темы посвященные католикам на основании одних только документов когда вот это видение было то вначале было падали пряди волос пряди волос это все изъято было и написано пали лепестки роз но это же большая разница и главное все что снималось заранее было известно на кинопленку все до единого ватикана изъяло никому не показывают это бесовское прещение было там не было ничего другого как подчинение россии под папскую туфлю я почитаю обязательно открытым оком не просто вот это вот момент этот очень интересен как вот это вот значит это прообраз причастия вы хоть так интересно объяснить то есть первосвященник должен жить святости стараться приблизиться году готовился да это прообразовало того как господь говорит разрушить храм сей я созижду храмом называет свое тело тогда был храм и вещественный и теперь этот храм поднимается на голгофу и распятие и кто не будет есть плоти сына человеческого не будет иметь жизни реальное соединение с божеством единственное место причастие другого нет на земле а католики придумали второе сообщение с папой ну это выдумка да там прямо написано какой кардинал сказал вы зайдите на материалы я не не ничего словлю я сейчас зайду я посмотрю открытым оком если что да нет не открытым оком когда откроете наш сайт к истину православия к истину православия книга и когда ткнете там откроется оглавление и вы там увидите о католиках три темы три темы вы будете считать вас не оторвать там одни документы моих рассуждений практически нет никаких вот это интересно очень даже интересно притом меня всегда чтобы я увлекся какой-то темы начал разрабатывать меня нужно толкнуть у нас случилось несколько человек стали ходить к ним в кирпу и в растем пасел тихо это мультианская посещать стали то и мне нужно было дать этот материал и этот материал я дал вам помещен в этой книге материал очень большой там столько данных и все со ссылкой материал источники откуда взято с католической литературы ну да ни один католик не пытается даже опровергать я дарила так сердцем они были очень удивлены такому материалу я обязательно посмотрю посмотрю я вот еще насчет тут как бы священство действительно священство сейчас умучено оно вот надо чтобы больше миряне вот которые горят духом занимались с ней с распространением священного писания и чтением и разъяснением вот есть такая вот вы ее никогда не называете вы ее под кукоп там котом а вот затираете вы все-таки эфиопскую церковь затираете а но она вот там очень интересная вещь что там священник собственно вот они посмотрели священники писком он является вот именно как и должен быть священник как и треба исполнителем вот он надо да он для церкви исполнять треба исполняет таинства все а вот проповеди священного писания и вот церковными делами занимаются миряне поставленные на это поставили миряне и вот они занимаются как апостолы а те печь печь пекутся о столах как бы немножко друг я не знаю насколько это правильно но коль если хочешь конечно священник может заниматься если ему дано но в основном вот и я так думаю что нам нужно чтобы миряне занимались и епископат вот благословлял стая вот сколько было раньше даров дары различны один там был и экзорцисты были на ли учители ставили учители другие пресвитеры вот ставили бы учителей учителя то были наверняка миряне вот если видеть человек горит духом подучить его благословить чтобы мы это видно что исполнен духа святаго и верой чтобы духа святаго был исполнен верой и ставить его на на это самое чтобы он это освященник ну он освещен на это рукоположен пусть он занимается литургией посвящает там машины дома освещать молебны служит это свеча а у нас все на священников вот на епископа всего там возложили власть захватили главное власть захватить и все остальные никто ну вот и поэтому и получается что вот это вот так вы смотрите на вот это вот именно так как вы сказали совершенно правильно дело в том что ян златоуз говорит подчеркивая это для того чтобы обратить человека нужны тысячи талантов а для того чтобы крестить не надо ни одного погружая лишь бы был священник так вот священником когда я говорю они сначала как будто бы опешили стоят смотрят а потом как апостол павел горит меня бог послал господь не крестить они а сколько ты крестил друг у друга спрашивают не крестить послал это благовествовать и ходили и благовествовали 84 я не послал совершенно правильно и я так считаю вот и давно это вот это думаю это наша беда вот все на на священник вот узурпировал власть вот он и то и то а везде он не успевает этим не занимается он этим не занимается он должен ехать там причащать кого-то должен не оставить должен еще что-то делать должен крестить идти ну а кто же будет заниматься словом божьим ну кто который что духа святаго и веры тоже на это тоже надо рукополагать как-то Чтобы хлеб раздавать Декана первые Так и здесь Веет человека Благочестивый Возрожден свыше Читать Евангелие Чтобы наставлять Закончил 3 года училище Ага, рукоположили И все Если действительно горит Не пачкает Ну и все Я так считаю Священники всегда все жалуются У нас нет времени Я зову на благовестие Нет времени Я говорю, знаете, Господь сказал Говорит, идите там найдете Ослицу привязанную Около него осленка Приведите и скажите Надобен Господу А они пришли бы А на осленке Там пустые ящики из-под пива Там навешаны со всех сторон Ну как на осленке-то Как у них гора такая Скажите, куда бы Господа садить-то? Некуда Так и вы Вот это все требами разными обложили Заказанные молебны Штук по 15 И он стоит Священник молотит Уже ему только бы до дома дойти В 2 часа только завтракать будет Так вы скиньте Скиньте это все Посадите Господа А Господь где участвует? В благовестии Я с вами во все дни На скончание века Идите по сути Именно так Именно так Что у священника Я знаю Это не по-настоящему Я знаю Во-первых Пришел там Готовиться к литургии Вычитать такое правило Там на 2,5 часа Правило вычитал Он А на самом деле Как? Должны собраться Все вместе Ну естественно Он должен воздерживаться От супружеского ложа Там неядший прийти Что-то помолившись Но должны за литургии Собрались Помолились Чтоб все участвовали Все там Что-то пропели Кто-то там Сказал Слово Один слово сказал Один там Псалом прочитал Другой Псалом прочитал В основном Благовестование А потом в конце Хлеб преломили И причастились Я так понимаю Должно быть По идее Хлебопреломлением Видите Священники Иногда Скрупулезно Пытаются Выполнить То Чего вообще В Библии нету Вообще нету Даже Намека никакого нету Если после 12 ночи Он Выпил что-то Или съел То литургии Служить нельзя Да почему нельзя Когда прежде Съели барашка Выпили вина И Господь После этого Преломил хлеб Они шашлычком Закусили Ну и рассказывает Священник Может быть Это видео Уже рассказа Сидят там За столом Разговаривают Друг другу Интересно так Приезжай батюшка Ну и когда уже Хватились Ба Да уж Пал первого А все пили и ели Так сколько же Литургию служить-то будет Смотрит А отец Василий Под столом лежит А когда он упал Да он Говорит В 11 часов Ну и ему Ну и служить Ну и служить Ну да Мои воспоминания Мои воспоминания Слова Установительные Не совсем Не совсем так Как было В первые века Вот Все это уже Много так Нового Много на нас Нового Вы спросите Любого священника Скажите Человек должен Войти в церковь Ну а как без церкви На какой вход Какой-то порядок Существует Порог перешагнуть Там Скобку потянуть На себя Ну Когда заходим В дом так Скажите Что требуется Чтобы стать членом церкви У нас абсолютно Неправильный Вход в церковь Маленький ребенок был Принесли Ладошку Мокрый поп Стукнул Он вошел в церковь А он бандитом растет А она проституткой вырастет И они не знают Сейчас европейский суд О Европейский суд Принял решение Запретить Крещение детей Потому что Это нарушает Его свободу воли Вот интересно Ну Там они Что угодно могут Крещение детей Запретить А обрезание Мусульманам Можно А им говорят Это вы Почему тогда Не запрещаете Обрезание Потому что Разнесут От европейского суда Даже Гретафишки Не останется Да Иудеи Мусульманам Можно Сейчас они Вообще Беснуются страшно Я против елок Вот это Я Эту мишуру Не люблю Терпеть не могу Вот эти вот все Внешние Это не христианство Но Как бы В угоду Мусульманам Сейчас вот это Нельзя Преподавать Закон Божий Нельзя Ставить елки На улицах В Рождество О Христе Нельзя Потому что Чувства мусульман Нарушают Религиозно Такое Пошло Это уже Вообще Пред временем Антихриста Действительно Прости Господь Уже Люди С ума сходят Да Да Именно Европейцы Значит Этим Изращенцам Усыновлять Детей Можно Вот А крестить Нельзя То есть Глупость Полная Прости Господи Безумие Безумие Последнее Прости Нас Господи Спасибо Господи От Павла Никаких Нет вестей Брата Вашего От Павла Есть Известие Как он Пожел Ну как Перед Советом Чуть не замерз В снегу Пьяный Ой Господи Чего же он так Такой Господи Прости Меня Я с него Брал пример Он Был Такой Христианин Прости Меня Господи Ну не знаю Очень 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 Печаль Пропал Ну ладно Все Спасибо Господи Рад был вас Видеть Слышать Ну буду Звонить Как только Спасибо За разъяснение Слава Слава Спасибо Слава Боже Слава Боже Он Настаивает А святая Святых Знание Языка Кадиши А мне Зачем Кадиши Когда на земле Господь Соединяются С человеком Оставил Место Святым Святая Святым Или Святых Вот об этом Речь у нас Додой Буквы Спорта Идет Святыми Называется Святых Или Святым Каком Подержении Име Значение Это для Людей Которые Святости Своей Ну Входят Один раз Зачем Я было Готовить Тогда Если Это все Для Троицы Человеку Вообще Тогда Заходить Не Зачем Было Это Я понимаю Что Это Для Человека Сделано И Полное Соединение Наступит На Голгофской Святыне Вот и Все Это Теперь Где Где Реально Это В церкви Литургия Все Просто Понятно И он Видишь Не стал Спорить Несколько Заходов Сделал С разных Концов Пытался И Тогда На Занятиях Был А я Даже Его Не Трогал Я Никогда Не Спорю Я Сказал Ну Если Улыбнулся И Говорит Еще Будет Во Славу Боже Он Хороший Сергей Видно Как Он Искренний У У него Взгляд Чистый